А? Данил, а вот вы можете написать Коля, он не придет? Нормально, да? Все, хорошо. Тогда можно куда-нибудь сюда положить? Ну, тут, значит, у нас сейчас соотношение, как я понимаю, двое к двум относительно людей, которые знают про спектральные последности людей, которые… Вот, и людей, которые не знают, я могу только сказать, что вот я думал, как же рассказать про спектральные… Ну, я не буду вот рассказывать в деталях, я и не обещал в деталях, но, по крайней мере, вот там, правда, Коля нету сегодня, он просил сказать что-то такое. Но я вот, короче говоря, к тому, вот к чему говорю, что я обнаружил, вот есть такая замечательная книжка Квилина, ну, лекции Квилина, которые на самом деле, ну, записаны там не Квилином, но это его лекции, которые он в 80-м году или в 79-м читал для студентов в MIT. И там, как-то сейчас покажу книжку, и там совершенно нестандартным образом вообще рассказано про спектральные последности, и я думал, вот, надо понять, что он там написал. И действительно очень здорово написал, по крайней мере, там основное вычисление вот этого всего становится, ну, в некотором роде более транспарентно, что ли, я так никогда не видел, по крайней мере. Вот. Так. Значит, да, книжка, о которой я говорю, это вот такая книжка, называется «Роберт Пеннер. Topology and Case Theory. Lectures by Daniel Quillen». Вот. Пеннер. Нет, она совершенно алгебраическая, тут вот топологии нету, ну, может быть, не, но он на самом деле действительно заканчивает катёре алгебраической, высшей причём. Ну, вот, но при этом он начинает вот с каких-то невероятно простых вещей, типа, вот, группы extension, ну, какие-то там просто вот гомологические алгебры самые простые. То есть вообще, ну, вот, не предполагается, я думаю, известным ничего, что вы к данному моменту не знаете. Вот. Ну, да, и вот тут он, значит, где-то в главах, в главах каких-то, что знаю, Пеннер, Роберт Пеннер с двумя Н. Вот. Вот. В 22-й и 23-й рассказывает просто, ну, это я не смогу рассказать, ну, просто не смогу, потому что сложно, потому что это уже так нужно серьёзно рассказывать, а идея была рассказать поверхностно всё-таки относительно. То есть у меня нету, не было сейчас идеи рассказывать доказательства, просто, ну, вот, просили там. Хотя, конечно, ну, Коля же сумеет, это же будет запись какая-то, правильно? Так что он сумеет посмотреть, если... Вот. Значит, вообще, что такое про эти спектральные последовательства наука? Значит, вот у нас есть комплекс К, и мы хотим считать его, дифференциал имеет степень плюс один, да, то есть Д, К. Вот. И мы хотим считать его как гомологии, которые, как известно, фактор в соответствующих местах ядра по образу, фактор группы. Вот. И мы... И это, значит, сложная задача. Ну, вот, например, если у нас есть там топологическое пространство, если есть там какой-то его цепной комплекс, ну, вот как это всё считать, совершенно непонятно. С другой стороны, ну, или вообще какие-то там, вот типа как бар-кобар, например, двойной комплекс тоже. То есть вот то, что на самом деле таким примером, который будет нам очень полезен, в этом случае является двойной комплекс. То есть вот как я говорил, что вот в прошлый раз, что есть двойной комплекс, то есть вот К и Ж, да. Ну, лучше не К написать, а какую-то другую, L. L и Ж. И есть там дифференциал D1, который L и Ж переводят в L и плюс один, Ж и D2, которые переводят L и Ж в L и Ж плюс один. Ну, и, значит, D1 в квадрате равен нулю, D2 в квадрате равен нулю, и D1 плюс D2, D2 в квадрате тоже равен нулю. И мы хотим, ну, это, значит, эквивалентно уже, если вот эти два выполнены тому, что D1, D2 плюс D2, D1 равно нулю. Вот. И мы хотим посчитать его как гомологии с этим вот дифференциалом D1 плюс D2, только тотальный. То есть мы вводим КИТ, КНТ равняется прямой сумме по И плюс Ж равно Н, здесь L и Ж. И вот в этом мы берем вот этот дифференциал D1 плюс D2. Он повышает, D1 повышает И на единицу, а D2 повышает Ж на единицу. То есть так как мы тут берем И плюс Ж равно Н, то этот дифференциал переводят КН в КН плюс 1, и в этом плане все хорошо. Ну, есть разные примеры. Короче, вот что общего у вот примера, как я сказал, там, например, если у нас есть какой-то CW комплекс, и мы берем его какой-то там, CW комплекс, например, сингулярный, или вот у этого примера. А общее то, что в обоих случаях непонятно, как это все считать в лоб, но в обоих случаях у нас есть фильтрация. Значит, мы рассматриваем, то есть у нас на комплексе есть фильтрация, и мы ее рассматриваем убывающую. Ну, по крайней мере, вот в этом случае. Ну, зависит, конечно, от того, где этот комплекс сидит. Можно и возрастающую, и убывающую. Один случай сводится к другому. Просто заменой градуировки И на минус И. Ну, давайте вот рассмотрим убывающую, как тут вот предлагается. Обычно, когда, ну, говорят об убывающей, потому что, как бы, такой пример, который всегда держится в голове, это двойной комплекс, который сидит примерно вот здесь. Ну, это не обязательно, он может где угодно сидеть, но вот этот пример, он очень хороший, потому что это, тут сходимость просто гарантирована. Там есть еще некоторая сходимость. Ну, и тогда мы можем рассматривать фильтра. Вот у нас, значит, есть двойной, вот есть L и G, который сидит вот в этом углу. То есть, значит, И больше либо равно нулю, например, и G больше либо равно нулю. Ну, и тогда мы можем рассмотреть убывающую фильтрацию. Значит, K, вот F, L от K, вот, равняется прямой сумме по L и G, по, ну, вот, например, если вот горизонтально, это, значит, первый аргумент I должен быть больше либо равен L. То есть, вот мы проводим вот такую штуку и вот все, что лежит правее, считаем F, L. И у нас таким образом возникает убывающая фильтрация. И что важно отметить, что каждый F, L, вот этот вот, он есть под комплекс, да? Есть под комплекс. Вот, то есть, у нас ситуация такая, что у нас есть, значит, убывающая фильтрация. То есть, у нас есть, значит, вот K. Это можно считать, что это, допустим, F. Ну, тут я написал нижнее, давайте напишем верхнее, как источники говорят. Допустим, это F0, это K, вот, дальше в нем содержится F1 от K, в нем содержится F2 от K и так далее. Вот, и, ну, и действительно, когда я здесь вот меняю L, я получаю такую вот фильтрацию убывающую. А можно сделать наоборот, можно, например, смотреть F'L от K равняется, наоборот, сумма по G больше либо равно L и G, да? То есть, это будет такая вертикальная под комплексами фильтрация. Но этот пример в каком-то смысле он такой важный. То есть, он важный в том смысле, что он, его хорошо иметь в голове всегда, когда с этим имеешь дело, потому что это все сразу проясняет. Опять, оно может где угодно сидеть, но там есть вопрос исходимости. Вот, значит, ну и мы рассматриваем вот эти KN, это значит, вот мы берем прямую сумму, все, что сидит на N-ти диагонали, и вот мы хотим, вот это все дело, значит, тоже фильтруется, соответственно. Вот сначала у нас идет все, потом пересечение с F1, это значит, чуть меньше, потом с F2. Ну и начинается с какого-то момента, оно вообще не пересекается, да? Вот в этом случае. Вот, ну прекрасно. И мы хотим, значит, посчитать, значит, какая мысль. Мысль, что мы как бы знаем локальные данные. Локальные данные, это значит, что мы знаем F, I, K, или, ну, допустим, I, K, допустим, по I, F, I плюс 1, K. Это вот очень простой комплекс. Это мы берем просто два соседних и берем фактор, на нем, соответственно, индуцируется дифференциал, конечно. И вот это, допустим, мы можем считать. Вот в нашем прекрасном примере, что это значит, вот тут, да? Это означает, что мы берем, вот у нас есть два компонента дифференциала, вот D1 и D2, да? Вот, и если мы берем фактор в горизонтальной фильтрации, в первой, то есть вертикальной, извиняюсь, вертикальной, по F, I плюс 1, это значит, что дифференциал D1 становится равен нулю, да? Он всегда бьет в ноль. Правильно я говорю? Ну, потому что, ну, он бьет на F, I, ну, потому что D1, он сам по себе отображает F, I в F, I плюс 1. Ну, то есть он равен нулю. И поэтому на вот этом деле у нас выживает только дифференциал D2, и мысль в том, что относительно дифференциала D2, например, к гомологии посчитать проще. Ну, и дальше мы хотим, конечно, от этого всего дела перейти к гомологиям всего. Вот. И вот в этом как бы смысл. То есть, значит, что мы начинаем вот с таких вот локальных комплексов, то есть факторов. Ну, это не обязательно вот иметь в виду именно этот пример. Вот у нас есть общая ситуация. Комплекс с убывающей фильтрацией. Вот мы предполагаем, что вот это мы посчитать можем. И мы, значит, имеем таким образом H, N от F, I, K, фактор по F, I плюс 1, K. И мы предполагаем, что вот такое мы посчитать можем. И дальше мы хотим, вот имея вот это данное, ну, посчитать к гомологии всего K. А, вот, ну, по всем, и, конечно, ну, по всем, и, N. Вот. Ну, можно вот так написать. И мы хотим посчитать к гомологии K. Вот, как, значит, вот, собственно, спектральная последовательность – это некоторый механизм, который позволяет заниматься такой деятельностью и считать, значит, вот использовать эту фильтрацию в некоторой презумпции, что мы знаем, вот, например, локальные такие вот вещи, и хотим перейти глобально. Вот вопрос, как перейти, и вот спектральная последовательность – это некая машина, которая, значит, позволяет вот это сделать. Ну, и, собственно, вот я сейчас буду рассказывать, как это делается классически, собственно, как это написано у Квилина. Я видел только у Квилина. Вот. И больше нигде не видел, но там очень интересно написано на самом деле. Потому что вот то, как это пишут классически, ну, возникает такое ощущение некоторого, что ли, чуда, то есть, что необъяснимого совершенно чуда. Я сейчас, ну, объясню, может быть, вас учили, как это вот понимать более, ну, как бы, я, например, не знаю, то есть, вот, как понимать, как это чудо, что ли, расшифровать. А вот Квилин, вот он там, как бы, объясняет. Значит, идея в том, что мы вводим вот такие странные вещи. Мы, ну, да, во-первых, вот эти группы, мы будем определять, вот даже вот это вот. Вот это мы будем обозначать, кстати, E1 от I N минус I. То есть, это, значит, ну, вообще будет у нас там ER, где ER больше либо равно нуля, и будет I G. И сумма I плюс G всегда будет равна N, если мы считаем N член комплекса и хотим N-то и когмологии. То есть, у нас, грубо говоря, из-за того, что есть фильтрация, вводится дополнительная градуировка, и вместе с N это дает еще второй, вот, значит, компонент G. У нас получается не градуированный, а такой биградуированная вещь. Еще есть вот этот параметр R. Вот тут, значит, R равно 1. Вот когда R равно 0, E0 и G. Тут вообще нет никаких когмологий. Тут просто, тут будет, соответственно, наверное, надо написать K, ну да, F I, K N, вот так. Фактор F I минус 1, I плюс 1, точнее, да, K N, где N равно I плюс G. Ну, вот такая история. А дальше идут его когмологии. А дальше оказывается, что мы можем ввести такую последность членов ER аналогичным образом. И на ER будет действовать дифференциал. То есть на ER будет действовать дифференциал DR из E и G R в ER, значит, I, я думаю, плюс R, я должен написать туда, I плюс R. То есть R тотально должно быть плюс 1, конечно, а тут, значит, G минус R плюс 1. Я думаю, это написано верно, потому что, ну, дифференциал же увеличивает N на единицу, это мы знаем, а I плюс G равно N. Но вот он тут зависит еще, вот как он действует на эту деградуировку, это зависит от R. Ну, то есть, например, в случае бекомплекса у нас ситуация такая, что вот у нас есть F0, то есть E0, вот, E0 и G, это, соответственно, F, E, F, E, K, N, E плюс G, да, N равно E плюс G, фактор по F, E плюс 1, K, E плюс 1, K, N. Вот, и дальше мы, ну, на этом действует вертикальный дифференциал, то есть дифференциал, который действует, вот, если мы вот эту фильтрацию, опять-таки, вертикальную рассматриваем, то остается вот дифференциал D2. Это то, что остается от нашего дифференциала D. Ну, и мы действительно должны тут увидеть, что этот дифференциал D, ну, это 2, это не то же самое, что вот здесь R. Давайте, ну, я не знаю, как-то вот тильдочка, это вот здесь без тильдочка будет. Вот, а тильдочки наши изначальные дифференциалы. Вот, ну, значит, D2 с тильдочкой, оно это равно D2, ну, вот, да, оно равно вот такому D2, то есть оно и сохраняет, а G увеличивает на единицу, то есть это вертикальный дифференциал. Ну, и G, это, собственно, в данном случае это просто бигродуировка, да, то есть чем этот пример с бикомплексом показали, хорош тем, что вот эта вот бигродуировка, которая есть тут, она совпадает как бы с той бигродуировкой, которая есть в бикомплексе изначально. Поэтому как бы легко представлять себе, что происходит. Вот, то есть это значит дифференциал D0, вот, D0 это дифференциал вот наш D2 с тильдочкой. Вот, теперь, теперь как нам получить следующий, как теперь нам получить дифференциал D1? D1 это значит дифференциал из N-хогмологии, вот это, FI по FI плюс 1, ну, я K не буду писать, в N плюс 1 когмологии, FI по F, F только сейчас, D1, нет, это должен быть горизонтальный дифференциал, то есть I плюс 1 когмологии по I плюс 2, вот так. Вот, то есть это, соответственно, чтобы написать такое, на самом деле нам нужно написать короткую точную последовательность, а именно у нас есть короткая точная последовательность FI, FI плюс 1 по FI плюс 2, да, вот тут будет стоять FI по FI плюс 2, а тут будет стоять, соответственно, F… не, да, да, а тут будет стоять FI, FI по FI плюс 1, и это будет короткая точная последовательность комплекса. Вот, ну и, соответственно, как все знают, эта короткая точная последовательность дает граничный дифференциал, вот в ней есть дельта на когмологиях, да, и это вот и будет в нашем случае D1. Но дальше мы хотим, как бы, дальше мы хотим этот процесс продолжить, а как его продолжать, уже так не совсем очевидно. В общем, короче говоря, мы строим вот такие вот дифференциалы DR, значит, хотим добиться того, чтобы DR в квадрате было равно нулю, вот. Но это-то ладно, это-то ладно, если у нас есть какая-то естественная конструкция, там, какие-то подфакторы, и мы смотрим, как на них действует D, то D в квадрате будет всегда равно нулю, потому что он индуцирован нашим исходным D. Но что самое вот удивительное и вот, собственно, чудесное, это то, что если мы берем, соответственно, вот ядро вот от этого DR от ER и G по ER и плюс R G минус R плюс 1, и факторизуем это по, то есть берем, грубо говоря, к эгомологии вот в этом месте и факторизуем по образу DR, который, ну, который бьет сюда, то есть здесь я должен буду написать E и G, а тут R, а тут я, соответственно, должен, значит, написать E и минус R, а тут должен написать G минус R плюс 1, значит, плюс R минус 1, судя по всему, да, да, вот, то вот эти вот к эгомологии, они будут изоморфные E и G с номером R плюс 1, вот, и при этом, значит, у нас происходит такой вот процесс, и это, вот, на мой взгляд, это довольно, сейчас я напишу, как эти, я сейчас дам определение, как эти вот ER строятся, а дальше, значит, вот E, вот это в случае, когда, ну, фильтрация, когда эта специальная последовательность сходится, E бесконечность, E бесконечность и G, оно связано с фильтрацией на к эгомологиях, то есть оно, ну, сейчас я объясню, что это такое, то есть E бесконечность и G, это уже напрямую связано с нашим ответом, то есть с к эгомологиями K, но, правда, это не буквально к эгомологии K, их так нельзя посчитать, а присоединенные градуированные к эгомологиям K по некоторой фильтрации, то есть это означает, что мы берем, значит, у нас есть вот F, E, T, K, оно, ну, вкладывается там в K, и образ, и вот, значит, ну, соответственно, у нас есть образ на к эгомологиях, на любом, при любом N, есть, вот, вот, уже не обязательно вкладывается F, E, T, K, как-то отображается ваш N от K, и у нас возникает некоторое подпространство таким образом, и вот этот вот образ вот этого отображения, ну, можно просто по определению назвать как-нибудь там, это, ну, нехорошо, наверное, то же самое F использовать, но вроде так пишут, F, E, T, H, N, K. Это просто вот некоторый символ, который определяется таким образом. И вот мы хотим, чтобы E бесконечность была равна F, E, H, E плюс G, соответственно, K, то есть N фактор по F, E плюс 1, H, E плюс G, K. Вот такая вот хитрая, значит, история, то есть, что мы начинаем с каких-то локальных данных, ну, вот, например, когда у нас есть два соседних члена нашей фильтрации, и, как бы, во многих случаях это легко посчитать, когмологии. А заканчиваем, в общем-то, когмологиями K, правда, во-первых, это не всегда сходится, то есть, вот это вот, это не всегда так. Для этого нужны, там, какие-то условия. Вот это так не всегда, вот надо иметь в виду. Вот в этом случае, например, это так всегда. Есть некоторые условия на сходимость, я очень бегло сейчас проговорю об этом. Я еще не определил, я не определил. Я просто сначала сказал вот общую картину. Несколько непоследную, но зато вы уже понимаете, что происходит, задаете вопрос. А как DR определить? Правильно? Вот, значит, теперь правильно, теперь вот хороший вопрос, как вообще все это определить в этом же вопросе. ER, DR, вот, совершенно верно. Вот, значит, определяется, вот, классическое определение, которое пишется во всех книжках, и я вот из одной из них это сейчас просто перепишу. А у квилина красивше. То есть сложнее, но понятнее в каком-то концептуальном. Используется такое, значит, что Z, R и G, ну, тут написано PQ, но мы будем придерживаться наших. Это элементы F, I, K, I плюс G, вот, такие, что элементы X. Вот, такие, что граница от X лежит в F, P плюс R, K, I плюс G, плюс 1, соответственно, да. То есть это циклы, но такие относительные циклы. Если бы это были бы циклы на самом деле, то DX было бы просто равно нулю. А тут мы говорим, что на самом деле вот оно не равно нулю, но оно лежит в более глубоком члене убывающей фильтрации, причем глубоком именно вот в смысле вот R, да, вот оно здесь появляет. П, а где у меня P? А, да, я очень извиняюсь, я вот просто в книжке у меня написано P, а я поэтому переписываю. Вот, и есть еще такое BR и G, которые на самом деле элементы, которые являются границами относительно вот этого. вот, значит, элементы относительными, элементы вот этого F, I, H, I плюс G, вот, элементы X, вот, такие, что X равен границе, то есть X равно D, Y, где Y принадлежит F, F, I минус R, K и плюс G плюс 1. Ну да, то есть мы рассматриваем такие циклы и границы относительно R, да, вот, например, в случае, когда R равно единице, когда R равно нулю, а, единица, да, единица, это в точности вот эти факторы циклов по границам дает в точности вот эти вот относительные когмологии. Первый. Ну, соединенную когмологию, вот. И дальше мы, дальше вот некоторая хитрость заключается в том, ну да, вот вводится еще там вот Z бесконечность, которая, и G, которая равняется ядру D, ядру дифференциала в пересечении с F и K и плюс G. Да, да, конечно, совершенно верно, да, я просто правильно, правильно. Вот, и B бесконечность, и G это имидж D пересеченный с F и K и плюс G. Ну, в общем, это довольно понятно все. Вот. И дальше вводится такое определение, что вот это самое хитрое определение, которое заключается в том, что вот мы рассматриваем не просто фактор Z по B, соответствующим R, а мы вот даем такое определение. И G это, значит, вот, это более хитрое, и вот это более хитрое, оно, ну, мне, по крайней мере, я не могу сказать, что я прямо вот, а вот Quillen объясняет. Вот, оно равняется такому, оно равняется Z, R и G, фактор по, вот, по следующему, по Z, R минус 1, и G, и плюс 1, G минус 1, вот, плюс B и G, R минус 1. Ну, значит, можно понять, что вот это является подпространством в этом совершенно легко. И даже, в принципе, понять, что, ну, вот я не буду сейчас совсем в детали вдаваться, потому что все-таки это планировалось, как некоторый обзор. Но, в общем, короче говоря, если мы берем дифференциал, вот самый обычный наш дифференциал в комплексе K, и ограничиваем его на эту штуку, то есть вот дифференциал D в K, он индуцирует, индуцирует отображение D, R из E и G, R в E и плюс R, G минус R плюс 1. Ну, в принципе, вот это как раз довольно… Нет, давайте сначала, может, мы посмотрим, почему вот здесь… Почему вот это является подпространством вот этого, да? Ну, это, в принципе, очевидно, но давайте проговорим. Это очень легко сделать. Ну, потому что здесь у нас циклы такие, такие, что, вот, как тут написано, из этого члена фильтрации, такие, то есть не циклы, а относительные циклы, относительно E плюс R. А что у нас вот это такое? Это циклы из E плюс 1 члена фильтрации, а здесь у нас, значит, их D должно лежать в E плюс 1 плюс R минус 1. То есть тоже в E плюс R, да, в результате. То есть у нас получается, что вот эта штука, это просто циклы в вот Z E плюс 1 G минус 1, R это циклы, это элементы X в, соответственно, F E плюс 1, такие, что DX, это тоже принадлежит F E плюс R. К тому же саму R, к тому же саму E плюс R, ну и, конечно же, это подмножество, да, потому что фильтрация убывающая, и это подпространство E плюс, да, это подпространство F E, да, то есть вот это, вот это подпространство F E, и, соответственно, циклы, которые здесь лежат, и относительные циклы принимают значение здесь, это подпространство здесь. Ну, а здесь у нас кто сидит? Здесь у нас сидят элементы из F E, как тут было определено, да, такие, что они циклы, циклы, которые приходят, приходят, то есть они границы, но границы, которые вот приходят из F минус R плюс 1 в нашем случае. Ну, уж любые границы, они циклы, абсолютные циклы, неотносительные, поэтому это тоже тут сидит, да. Вот, и, вот, и, соответственно, что это является подпространством здесь, это, в общем, очевидно, то, что оно индуцирует такое отображение, ну, для этого, в общем, это тоже очевидно практически, потому что, ну, просто это так вдуматься, это совершенно очевидно. А вот то, что не очевидно, это то, что вот когмологии, вот то, что там было написано, то, что когмологии, вот, от DR, от E и G R DR, ну, вот, можно так написать, но это не совсем, конечно, четко, вот, DR, то есть когмологии, вот, в том смысле, как было вот здесь объяснено, да, вот, они равны когмологиям, они равны ER плюс 1 и G, вот, то есть мы, то есть как бы следующий лист, он автоматически определяется по предыдущему. Ну, и дальше у нас есть члены, члены бесконечные, вот, которые, и там надо, значит, сходимость, она, ну, да, то есть вот когда у нас теперь R равно бесконечности, ну, понятно, что это просто, получается просто циклы, да, из FK и просто границы. Ну, и дальше там нам нужно, то есть член, то есть вот в этом смысле член, я вот тут не очень хорошо написал, на самом деле, вот это я неправильно там написал, это confusing. То есть, грубо говоря, вот член E бесконечности, вот это все, оно сходится к члену E бесконечности. То есть в чем смысл? Что мы начинаем, допустим, с R равно единице. Да, почему вот так вот нужно делать? Почему надо писать вот эту вот формулу? Я не понимаю, как люди, то есть вот Quillen что-то на эту тему объясняет. Там она намного сложнее выводится, и она даже там не выводится, но он объясняет, как сделать, чтобы так было, чтобы вот, это вот называется, при фиксированном R, это называется R-тый лист. Вот, и вот он объясняет, как сделать, чтобы когомологии R-того листа были равны R плюс первому листу. Конечно, ответ будет точно такой же, если вот расписать то, что он делает. Но почему надо делать вот так, чтобы вот получить, что когомологии равны следующему, при R плюс 1, я, честно говоря, не, ну, если вам уже сказали, что это так, то любой школьник это докажет. Но как бы придумать, почему так нужно делать, я, например, не очень понимаю. Вот. Ну, вот, да. Ну, вот, да. И, значит, это все, то есть вы, допустим, начинаете с члена Е1. Вы его можете посчитать. И дальше у вас, как бы, каждый следующий член генерирует, каждый предыдущий член генерирует следующий, и вы таким образом, ну, по крайней мере, в теории, которая довольно близка к практике, можете получить член Е-бесконечность. То есть Е-бесконечность и Ж, который равен Z-бесконечность, то есть просто циклы, которые есть в И-том члене фильтрации по границам. Ну, вот, тут R-1 тоже бесконечный, значит, по циклам, которые лежат в И-плюс первом члене фильтрации. Вот, тоже бесконечность, да, потому что, вот, плюс границам, которые лежат в И-том члене фильтрации. Вот. Ну, и, значит, дальше оказывается, что вот эта вот штука, она при некоторых хороших условиях на сходимость, она как раз вот, ну, изоморфна вот тому, что было написано и стерто здесь. То есть оно вот изоморфна соответствующему члену вот фильтрации, которые у нас есть на когомологиях КАА. Ну, в общем, это было введение. Я дальше не буду распространяться, наверное, но смысл в том, что вот эту формулу никто в жизни не использует в вычислениях. Вот это так, собственно, я когда первый раз увидел или второй в спектральной последствии, я думал, ужас какой, это что, вот нужно это все время там применять, считать. Ну, вот мне объяснили старшие товарищи, что нет, конечно, потому что то, что считается вот по этой формуле, это считается в лучшем слове, ну, член Е1 или Е2. То есть обычно член Е1 можно посчитать всегда, а в хороших случаях можно посчитать член Е2. А дальше процесс чисто автоматический. То есть вы можете из члена ЕР, из листа, точнее, ЕР, получить лист ЕР плюс 1, и дальше там есть условия насходимости, которые гарантируют, что вот то, что вы получите в члене Е бесконечность, это действительно будет присоединено, ну, тут нужно написать в кавычках, это не всегда так, это будет, ну, вот, да, то есть это не совсем Е и Жи бесконечность, то есть вот соответствующему члену на когмологиях К. Вот. И в чем, собственно, заключаются вот эти условия сходимости? Ну, как-то тоже это довольно мутно на самом деле объясняется в книжках, на мой взгляд, а в принципе, ну, понимать это надо так, надо вот понимать эту картинку с бикомплексом. Это вообще самая такая вот картинка. То есть бывают, конечно, специальные последствия, которые не сходятся, и мы вот сейчас будем же доказывать про, ну, я уж как пример докажу, про этот наш кобар от бара, и мы увидим, вот, что оно не сходится тоже сейчас. Вот. Значит, вот у нас есть, значит, вот и жи. И мы теперь берем и плюс р, вот это будет и плюс р, а это будет жи плюс р минус один. А, то есть минус, в другую сторону. Не то, где я пишу. Вот. Это будет, значит, и плюс р жи минус р плюс один. То есть вот мы берем точку и жи, как бы в нашем бикомплексе, или лучше сказать, в члене е0. Если у нас общая ситуация комплекса с фильтрацией, то это вот в члене е0. То есть в е0 нет вообще никаких когмологий. Вот мы считаем член е0, который просто, где-то тут было написано, наверное, да? Ну, член е0 это просто вот присоединенный градуированный фактор. А, слева написано. Слева где-то. А, вот, да. Вот здесь написано. Прекрасно. Вот, уже написано. Вот. И мы берем, значит, для общей, ну, для комплекса мы получаем, если вот мы это е0 напишем там для комплекса, либо для вертикальной фильтрации, либо для горизонтальной, мы получим тот же самый комплекс. В смысле, вот, его же. И в этом смысле это все прекрасно, да? А, в общем случае, ну, мы получим тоже что-то, что сидит на плоскости. Мы для каждого из G сопоставляем некоторое там векторное пространство, или R-модуль, или что-то такое. И мы теперь вот можем писать чисто формально, вот рисовать такие стрелки. И условие такое, что если для каждого, если для любого ИЖ в члене Е0 стрелка бьет в ноль, стрелка D, ну, это так, неформальное условие, да? Стрелка DR бьет в ноль, при достаточно большом R, при достаточно большом R, то спектральная последность сходится. Последность сходится. Сходится, это означает, что член Е-бесконечность, то есть Е-бесконечность, ИЖ, оно изоморфно, ну, вот F, И, на И плюс Ж к гомологии, К, фактор по F, И, плюс 1, H, И плюс Ж к гомологии, К, да. То есть, что вот член Е-бесконечность, который чисто автоматически получается из члена, там, Е1 или члена Е2, он на самом деле связан с реальностью вот таким вот образом. То есть, оказывается, что член Е-бесконечность дает нам информацию. Ну, вот смотрите, вот, например, я говорил, да, что вот если у нас есть бекомплекс, и он сосредоточен вот в этом первом квадранте, то спектральная последность, либо вертикальная, либо горизонтальная, они всегда сходятся. и, ну, допустим, вот для, мы уже тут вертикальный, ну, горизонтальный там чуть сложнее, но та же самая история. То есть, вы рисуете как? Вот вы знаете, что первый дифференциал, D1, это будет дифференциал вот вертикальный, да, вот это D1. Потом, ну, вот только не в этом смысле, это уже не эти, D1 и D2. Потом, значит, следующий будет горизонтальный, D2. Потом, значит, будет вот такой, ходом коня. Вот так. Это будет D3. И так далее. Вот по той формуле. И вы должны просто проверить, что для любого ИЖ при достаточно большом R DR бьет в ноль. И все, вот формальная теорема, ну, теорема, которая доказывается, заключается в том, что если это условие выполнено, вот, то тогда, соответственно, наша спектральная последность сходится. То есть есть спектральная последовательность, которая начинается из когмологии только вертикального дифференциала, дальше есть некоторая там формальная процедура, а именно, берем следующий член, который равен когмологиям предыдущего, и все это, значит, должно приводить к чему-то, что изоморфно вот этому вот делу, присоединенному, градуированному к когмологии. вот то, что тут было написано. Уже в кавычках-то можно написать. Ну, вот такая история. Теперь, значит, а если, например, наш бекомплекс был сосредоточен, скажем, как другой пример, бекомплекс был сосредоточен вот здесь и здесь, вот, то вот для вот этой вот вертикальной фильтрации это уже неверно. То есть, у нас не получится, да, потому что, вот мы берем вот здесь где-то, вот эти вот глубокие дифференциалы DR, они будут все равно вгухиваться во что-то не нулевое, поэтому вот мы этот принцип, который есть на самом деле теорема, не можем применить. Вот, а дальше, например, мы можем воспользоваться другой фильтрацией. У нас же есть еще, вот если, например, вот если у нас есть вот случай, когда первый квадрант, мы можем воспользоваться на наше усмотрение либо вертикальной фильтрацией, либо горизонтальной. А если, вот, например, комплекс ведет так себя, то фильтрация вертикальными подкомплексами, она вот по этому принципу по крайней мере не сходится, а мы можем рассмотреть теперь фильтрацию горизонтальными подкомплексами, да, то есть вот то, что я тут обозначал, где-то F и T штрих, в каких-то уже, вот это, вот фильтрацию вертикальными подкомплексами, вот, и если я возьму фильтрацию вертикальными подкомплексами, ну, тогда D1 будет себя вести вот так, он будет уже наоборот горизонтальный, там он был вертикальный, а тут будет горизонтальный, потому что это будет как бы вот горизонтальный дифференциал в нашем бикомплексе, потом D2 будет себя вести вот так, потом D3 они будут, соответственно, вот бить туда, то есть D3 будет вот так, D4 будет вот как-то так, то есть на самом деле это будет, оно будет наоборот уменьшать I и увеличивать G, то есть оно будет E, R и G переводить в E и минус R плюс 1 G плюс R, вот. Ну и мы видим, например, что если комплекс, он он вот такой, как тут написано, то есть он в первом и четвертом квадрантах, то при достаточно больших R это действительно будет 0, вот эти стрелочки будут для любого I и G будут бить в 0, и поэтому мы можем этим, этой специальной последовательностью воспользоваться, она сходится. Вот такое было V. Ну это надо, как бы просто мы должны и G поменять местами, да, потому что ну… Ну смотрите, вот у нас в этом определении, где мы определяли F, вот F, Z и T, G, T, и R, и B, и T, G, T, R, да, I это индекс фильтрации, а G это к нему дополнение в N, то есть если N у нас дано, то I это индекс фильтрации, а G это N минус I. Вот. Смотрите, теперь если у нас и ты член горизонтальной вертикальной фильтрации, то I это в точности первая компонента. Ну вот если у нас есть K, I, T, G, и у нас есть горизонтальная фильтрация, то вот когда мы берем, по крайней мере, факторы присоединенные, то I это в точности вот этого компонента в члене, ну… И это, собственно, ровно то, в чем… Вот это вот прямая сумма по G вот этого дела, это в точности E0, E0 и G. По всем G и вот I фиксированным. E0, E0 вот просто… Ну да, E0, вот просто E0 и точка. Тут любое может быть. То есть, грубо говоря, вот это вот I, это в точности вот соответствует фильтрации, да, потому что у нас И, ты член вертикальной фильтрации, это значит, что горизонтальный индекс равен I. Правильно? Или не совсем понятно? Ну вот смотрите, вот где-то я же тут где-то вот рисовал, вот у нас И, ты член фильтрации, вот значит, вот это вот равно I. И мы рассматриваем все, что выше I, да. Значит, при соединенном факторе I по I плюс 1 выживает вот этот вот столбец. Вот в этом столбце первая компонента равна I. И только I. Вот. То есть, это значит, I в бикомплексе это то же самое, что I в том смысле, в плане фильтрации. А если мы рассматриваем вот ту ситуацию, о которой, вот допустим, я тут говорил, там в смысле второй горизонтальной фильтрации, то у нас вот это вот I, это будет G в смысле бикомплекса, это будет второй. Ну потому что вот тогда вот значит, вот I будет вот это вот, вертикальная, I будет вот вертикальная штуковина, да. Вот. Понятно же, да, то есть, ну это вот FI по FI плюс 1, вот этот вот фактор. Вот. Но только теперь I это в смысле вот бигравировки бикомплекса, это будет уже второй индекс. Понятно же. Ну потому что вот на этой прямой второй индекс равен I, а первый произволен. Да. Ну вот поэтому я просто должен I и G поменять местами, потому что G это всегда дополнение к N, то есть это всегда N минус I. Ну вот, вроде я объяснил. Ну вот, вот. Ну и… А? Вот это стильная теорема сходимости, но такое тоже верно. Ну вроде бы в таком… Нет, ну сходимость, конечное число элементов это уже не… Нет, ну вроде бы в этом там надо все-таки предположить, что мы работаем в абелевой категории непроизвольной, а в категории R модулей, потому что какие-то из вот этих аксиом абелевых категорий Гратендика, то ли АП3, АП3 со звездочкой, или АП4, АП4 со звездочкой, сейчас не соображу, нужно использовать. Вот это более дополнительно. Нет, на самом деле там есть еще более хитрая теорема сходимости, потому что мы можем… Ну бывает у нас вот наш комплекс… Ну бывает как бы, что вот например в смысле бикомплекса, бывает у нас бикомплекс это как бы такой… Мы рассматриваем тотальный комплекс этого бикомплекса, который прямая сумма членов на диагонали, а можно, например, рассматривать прямое произведение. То есть есть такие случаи, когда это все применяется не к как бы комплексам типа прямой суммы, а комплексам типа прямых произведений. И тогда все нам… Тогда условия сходимости, они в каком-то смысле становятся противоположные. На самом деле это все написано, правда, довольно мутно, но тем не менее можно обсудить, в принципе, если хотите. Это здорово. Мне самому даже будет это все так вот в деталях полезно обсудить. Вот в книжке Вайбеля, вот в книжке Вайбеля, в пятой, по-моему, если я не ошибаюсь, главе про спектральные последности, там есть секция происходимости, там довольно много этого всего написано. Ну, в принципе, там написано как-то довольно мутно, но в принципе, все, что нужно, написано. Вот. Ну, то есть, да, да, то есть, конечно, вот Игорь правильно говорит, что если бы у нас вот был бы вот этот случай, то у нас на каждом, при каждом вот n было бы просто конечное число. Вот если у нас только в первом квадранте, то у нас при каждом n было бы просто конечное число членов фильтрации, которые не нулевые, да. То есть при меньших нуля они были бы всегда нулевые, а при больших нуля тоже вот при фиксированном n, вот это n, ну, начиная, допустим, с номера фильтрации равного там n плюс 1, у нас уже пересечение было бы равно нулю. То есть мы же рассматриваем пересечение, но мы же рассматриваем еще n, и плюс g равно n. То есть, значит, что мы рассматриваем вот, вот у нас n есть, вот это вот, это вот как бы тотально, и плюс g. И вот если мы рассматриваем вот такое n, и у нас есть еще вот такая вот фильтрация такими комплексами, то начиная с этого места, она равна нулю, потому что тут комплекс. Не, ну присоединенные не фильтрации равны нулю, а присоединенные градуированные равны нулю. Потому что если фильтрацию продолжить, например, влево, то уже все члены фильтрации будут равны, и присоединенные градуированные равны нулю. А, соответственно, достаточно большой член при fn плюс 1, например, или что-то в этом роде, он тоже от kn, он тоже равен нулю. То есть при фиксированном n у нас есть конечное число, то есть при конечном n у нас получается векторное пространство, не комплекс, а векторное пространство, которое фильтровано конечным числом подпространства. Ну и вот это вот тот случай, о котором Игорь говорит, и тогда у нас просто можно и вертикально, и горизонтально принять, потому что тогда есть сильная теорема отходимости, а это типа слабая теорема отходимости. Тут уже нужно смотреть, вот при каком r. Не, на самом деле, мне кажется, что в таком виде я это условие воспринял в какой-то момент, когда учился чему-то от Бори Фегина, и по-моему, так намного нагляднее, чем то, что там пишут в книжках. Просто пишите член Е0, берете любую точку ИЖ, дифференциал вы понимаете, куда смотрит, в зависимости от того, какую операцию рассматриваете. Просто смотрите, чтобы достаточно большой этот самый был равен нулю. Все, теперь мы, значит, на этом я обзор этот закончил. Он и так длился почти 100 часов. И очень рекомендую для тех, кто это видит не первый раз, посмотреть вот в этой книжке Квилина. Ее, конечно же, можно… Она вообще прекрасна. Вот я зря ее не рассказал, не сказал о ней раньше. Она просто вообще прекрасна. То есть вот как раньше… Меня всегда удивляет, на самом деле, как раньше люди умели что-то писать. Ну и вот Томасон, например, тоже вот такие писал совершенно великие статьи на 20 страниц, короткие, все детали абсолютно ясны. Вот никакой вот этой техники такой навороченной. И ведь столько всего на этих 20 страницах мог изложить. То есть вот, а сейчас как-то все там начинают технику, какие-то там бесконечность категории, там еще что-то. И потом в результате все равно не так много доказывается. Сейчас еще чуть-чуть я поговорю, а потом сделаем небольшой перерыв. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 штука, по крайней мере, как векторное пространство, она изоморфна А. Кстати сказать, такое вот замечание, которое я к своему стыду обнаружил довольно недавно, несколько лет назад. И замечание заключается в том, что эта алгебра, вот если я начинал с алгебры А с единицей, то вот эта алгебра, она по крайней мере без единицы. Ну потому что вообще говоря, кобар, вот если я его определяю таким образом, то тут нету единицы, я убираю вот единицу, которая есть в тензерной алгебре. И на самом деле это вот верно в таких определениях. И вообще говоря, это вообще вот левая часть, это алгебра в некотором смысле со слабой единицей. То есть в каком смысле это изоморфно именно как алгебра, ну это конечно там можно сказать, но это уже немножко, ну вот по крайней мере это некоторая даже алгебра. Ну да, нет, ну конечно надо показать, что там есть проекция, которая является отображением алгебр, и это верно, но она будет, вот эта левая часть будет алгеброй, в которой нету канонической единицы, поэтому, ну поэтому просто мы, ну просто нет канонической единицы по той простой причине, что вот умножение в этой алгебре, это как мы понимаем тензорное умножение, да. То есть если мы берем любое, вот предположим, у нас есть какой-то элемент здесь, который мы считаем единицей. Тогда вот что это означает? Это означает, что тензорное умножение с этим элементом, оно должно быть равно исходному элементу, но этого не может быть, это очевидно, потому что тензорное умножение, это по крайней мере тензор в большей степени. Но тем не менее есть понятие там слабой единицы, и мне как-то это даже так понравилось, об этом на этом обычно не акцентируется внимание, а в принципе вот это можно сделать действительно в некотором смысле слабой. Вот, да, значит давайте докажем, что это, по крайней мере, докажем сначала как векторное пространство, и на этом мы, может быть, сегодня сделаем перерыв. Вот. А? Еще раз? Ну как, ну только без единицы я сказал. Да. Угу. Ну да, да. То есть как морфизм алгивер, можно это понимать или нельзя? Нет, ну это сопряжение, да. Есть какой-то канонический, ну правильно, да, вот правильно Игорь говорит, что это просто вот это левый функтор, а это правый функтор, как мы уже выясняли. Поэтому у нас вообще LR всегда отображается в identity, и мы это знаем просто из присоединения. Ну да, ну можно это написать, что такое. Ну просто, ну да, и это левый он, но, ну да, и это будет, соответственно, некоторое отображение алгебр. На самом деле вот с этими всеми присоединениями есть некоторая тонкость, когда мы рассматриваем с единицы или без единицы. Вот я это место, когда мы это обсуждали, как бы под коврик, как говорят товарищи англичане и американцы, запрятал. Ну в принципе это довольно тонкое место. То есть вот это вот бар-ко-бар двойственность, я там сказал, что это при каких-то условиях на коалгебру, да. Вот, но, ну да, нет, но в принципе, если мы хотим действительно это сказать как некоторую двойственность, как некоторую сопряженность, то на коалгебру нам нужны некоторые условия. То есть, ну грубо говоря, эти условия должны гарантировать, что отображение в нашу коалгебру это то же самое, что проекция в ко-генераторы. Ну вот как у нас было в случае Бара. Ну это можно сказать, когда для любой там, для произвольной коалгебры можно сказать некоторые там условия, которые об это говорили, гарантировали. Ну в общем это можно посмотреть. Давайте я сейчас не буду об этом говорить. Ну да, есть отображение. Давайте вот я сначала займусь такой задачей, которая кажется, может быть, более банальной для вас, но тем не менее. Давайте я просто посчитаю когомологии левой части. И я это буду тут использовать некоторую там, как-то не знаю, на свой собственный текст, потому что я там как-то это хорошо, мне казалось, написал в какой-то момент. Вот, значит, окей. Значит, вот мы посмотрим на этот комплекс Кобар Атбара. И этот комплекс, он, вот этот Кобар Атбара. Вот, и мы его интерпретируем как бикомплекс, значит, в который вот сейчас будут комплексы. Вот, L0, L1, L2 и так далее, где вот L это тоже комплексы, и это будет в степени 0, это будет в степени минус 1, это будет в степени минус 2 и так далее. И, значит, кто такие вот эти… И Ln это следующий комплекс. Вот, это следующий комплекс, значит, 0, x0 от n в степени 0, вот, x1 от n в степени 1 и так далее. И это все закончится, xn от n в степени n. Вот, и тут будет 0. Где? Сейчас мы поймем, xp, вот написано, давайте-то держим в свое значение. xp от n это вот такая прямая сумма. Значит, k1 плюс kp равняется n плюс 1. И здесь мы пишем a в степени k1. Но тут я предлагаю писать второй значок тензорного произведения, просто для того, чтобы их отличать. Хотя это то же самое, конечно. a, k2, то есть вот это тензорное произведение происходит из бара, из первого, а это происходит из кубара. Да, вот я напишу, это из кубара, а это из бара. Вот, так далее. На a тензорного kp. Вот, ну, короче говоря, вот это вот прямая сумма по таким p элементам. То есть, в частности, x0, а что такое x, l0? l0, он содержит только x0. x0. Да, у него никого другого нету, потому что мы же тут n, и тут n членов. x0 и x0 у нас это, это должно быть разбиение числа 0 плюс 1, то есть 1. Эти, конечно, все штуки, они не отрицательные. Больше либо равно нулю. Или же даже больше либо равно единица, я бы сказал. Да, больше либо равно единица. Вот. И тогда получается, что у нас, значит, есть такой член, значит, x0 это просто a. Да, a, которая стоит в степени 0, соответственно. Вот, то, что тут n, значит, 0. Ну вот можно написать, например, что такое x1, l1. Вот. Тут, значит, будет x1 будет в степени 1, x0 будет в степени 0, да. И вот такой комплекс. Вот. Где x0, значит, x0 это всегда a. Нет, я ерунду сейчас вам говорю. По-моему, сейчас я что-то вам говорю. x, а, ну да, да, совершенно верно. Я все правильно говорю. То есть вот x, вот самый правый член, это будет a умножить на a, вот так. А здесь будет стоять a в квадрате. Ну и как я понимаю, больше ничего нет. То есть вот тут у нас должен быть один фактор, да. h1, там, n плюс 1 это 2 теперь. И тут у нас p, вот p, которое там было, оно у нас теперь… Сейчас, что-то я тут думаю, что p… Ну да, can… Сейчас, p… Мне кажется, что тут некоторое, некоторое, некоторое тут неправильно написано в том плане, что p и p плюс 1 тоже должна быть некая замена. Ну, в общем, короче говоря, тут мы должны… Я думаю, что правильно написать… Вот, что мы разбиваем на p… Сейчас ли правильно написано? Значит, вот тут, когда p равно нулю, у нас должно быть одно… Одна штука. Я бы сказал, что тут нужно написать p плюс 1, и тогда все будет правильно. То есть мы должны разбить на одну штуку здесь, а здесь на две штуки. И при этом сумма соответствующих хаитов должна быть равна двум. Ну, понятно, что это можно сделать только вот таким образом. Вот, то есть это, значит, 0, вот так и вот так. Теперь, значит, вот L3 у нас выглядит следующим образом. Здесь у нас стоит A3, значит, в степени 0. Теперь вот здесь в степени 1. 1 у нас может стоять A на A в квадрате и может стоять еще A в квадрате на A. Вот, это сумма вот этого и этого. И в степени 2 у нас стоит A на A на A. Вот, вот такой член. И вопрос, значит, теперь, что такое вот эти дифференциалы? Ну, дифференциалы, это просто вот банально, они разбивают, ну, дифференциал устроен таким образом, что он берет A в степени N и он отображает его в сумму по I плюс G равно N и G больше или равно единица, а ИТ тенсорно на A житая, да? То есть оно просто его разбивает, добавляя один знак такого тенсорного произведения. То есть это своего рода такой кобар-дифференциал, правда, кобар-дифференциал, примененный к свободной, да, это кобар-дифференциал, примененный к свободной коалгебре, к свободной коалгебре и сдвинутый там на сколько-то, да, как положено в этом случае. То есть наше умножение, смысл в том, что когда мы рассматриваем вот в этом дифференциале, в горизонтальном, вот тут умножение в A играет роль, умножение в алгебре A. Вот, оно все в горизонтальном дифференциале, потому что оно связано с баром, а вертикальным это как бы кобар от косвободной коалгебры. И, собственно, если вдуматься, то это происходит ровно вот так вот. То есть это, грубо говоря, я просто беру кобар от косвободной коалгебры, от T там коалгебры, только у меня теперь тут же должен быть как бы бар вот отсюда. То есть я просто должен взять A, сдвинутая на единицу влево, где A это векторное пространство. Векторное пространство. Вот, и если я вот это дело напишу, то я как раз получу вот тот вот комплекс из этих X, который у меня там написан. Ну, вроде даже четко сказал, даже приятно. Вот, ну и, значит, вопрос в том, что я могу, вот это, значит, бекомплекс. И можно, ну, ну, смотрите, да, это, в принципе, ну, понятно, почему это так. Потому что с одной стороны я могу рассмотреть, вот, то есть у меня кобар это, вот это, это, ну, допустим, давайте назовем вот это вот вертикальным, вот X это L, вот этот дифференциал в L, L там, и вот это D. Давайте его назовем D вертикальным. То есть вот этот дифференциал, который тут написан, он вертикальный, а вот, нет, я извиняюсь, так сейчас. Нет, ну, короче говоря, вот этот дифференциал вот из X там и 0, из X в X и плюс 1, вот этот дифференциал, который между X, мы его называем, да, D вертикальным, а вот этот вот дифференциал, который в L, называем горизонтальным. Ну, на самом деле, понятно, собственно, что я тут сделал. Я просто учел все вот эти сдвиги на единицу и на минус единицу, и я просто написал, что такое кобар от бара, и получил вот то, что я тут получил. Довольно просто, на самом деле. Вопрос в том, как это посчитать, эти когмологии, потому что у меня же есть еще горизонтальный дифференциал, и я отмечу, что бар от А ацикличен, если алгебра с единицей, ацикличен. То есть у него нет когмологии вообще нигде, даже нулевых, если А с единицей. Ну, отсюда как бы следует, что считать, что спектральная последовательность, которая считает сначала вот этот вот дифференциал в баре, то есть горизонтальный, не должна сходиться, потому что если бы она сходилась, то я бы получил ноль, а не А, потому что бар от ацикличен. Ну, давайте вот мы напишем, где это нарисуем, точнее, где эта вся штука сидит. Значит, у нас горизонтальный дифференциал был, это был какой? Вертикальный, да, я сказал. Значит, горизонтальный это бар, а вертикальный как бы по бару. Ну, значит, где у нас сидят члены по бару? Они у нас сидят вот здесь где-то. Вот. Они у нас сидят здесь, а дальше, да, а дальше у нас есть члены по бару, а они, ну, в каком-то смысле они сидят, ну, можно сказать более точно, но, в принципе, они сидят вот здесь. Потому что по бар, он, в принципе, сидит только в положительных степенях, но у нас бар, он имеет и отрицательные степени. Поэтому правильнее сказать, что это сидит здесь, да? А? Кобар положительный, это верно. Это верно. Но у нас кобар от чего-то, что само по себе, у нас кобар от обычной алгебры положительной. А если, например, у вас в алгебре есть гадуировка в степени минус 3, то это может уже складываться как бы, да? Скорее? Да, да, скорее вот, да, правильно говорить, скорее вот как-то так. Да, это как говорили, да? Да, то есть тут можно более тонко сказать, насколько он отрицательный. Он как-то вот… Ну, нам это не надо. Вот. Ну, значит, теперь, если мы рассматриваем, у нас есть два случая двух спектральных последований. Первый случай и второй случай. Значит, первый случай – это случай, когда мы сначала считаем, то есть фильтрации вот такими подкомплексами, горизонтальными. то есть первый случай – это горизонтальная фильтрация. Горизонтальная фильтрация. Вот. Это значит, что мы сначала считаем бар дифференциал, как бы, да, вот тот дифференциал, который в баре. Окей. Значит, который связан с умножением. Ну, да, и тогда, значит, у меня в этом смысле спектральные последовательности. Первый дифференциал вот такой, D1, дифференциал D2 такой, там D3 какой-то такой. Вот, кстати, мне кажется, что я вас тут немножко обманул, да, то есть я могу сказать, что бар, он, по-моему, вот когда я сказал, что он вот тут и тут сидит, по-моему, ну, в принципе, не важно, но, по-моему, он только вот тут сидит, я могу сказать, да, потому что по бару он отрицательный и при каждом, то есть у меня же степень, она сумма степеней по бару и по кобару. То есть тотальная степень, тотально он сидит и в положительных, и в отрицательных степенях. Но если я его рассмотрю как бикомплекс, как степень по бару и степень по кобару, да, то я могу вот так сказать. Но это не важно, потому что от этого мне не легче. Вот, да, то есть, значит, вот если горизонтальная фильтрация, то довольно высокий дифференциал, он устроен как-то так. И совершенно видно, что он вот в этом случае не скурится. Вот по тому принципу, который я говорил. Он бьет не в ноль, да. А теперь второй случай, это, значит, вертикальная фильтрация. Фильтрация. Вот. Вертикальная фильтрация. И тогда у меня как бы первый дифференциал это кобар дифференциал. Тогда, значит, вот d1 это вот так бьет, d2 вот так, d3 как-то так, и вообще dn как-то так. И мы видим, что вот здесь везде стоят нули, да и на самом деле здесь тоже, но это нам не важно. И оно благополучным образом бьет в ноль при достаточно большом r от любого места i, j, и оно сходится. А, кстати, вот ваш сильный принцип сходимости, о котором вы говорили, он в этом случае не верен. Да, то есть вот это прекрасно. Если я сначала считаю, если я рассматриваю вертикальную фильтрацию, то есть сначала считаю вот как бы тот дифференциал, который индуцирован по барам, забывая про дифференциал, который индуцирован барам, что по факту означает, что я забываю про умножение в а. Я считаю, что оно равно нулю на самом деле. То у меня эта спектральная последовательность сходится. Вот, теперь я, значит, уже выписал для вас, что вот эти вот вертикальные комплексы, это вот такие вот комплексы. То есть чтобы посчитать, значит, вот если у меня есть АК1, вот так вот на АК2 на АКП, то вот дифференциал от этого, вот, это я должен взять сумму, равняется сумме по там и равняется единице до П, тут будет соответствующий там знак плюс-минус, и тут каждому, вот, каждому, вот, ит и член дифференциала, это вот тут будет как бы тождественно все, а тут будет стоять как бы дельта от АКИ, вот, а тут будет тоже все остальное без изменений. То есть это означает, что я вот должен, вот это вот и есть дельта, да, то есть что я должен взять вот этот, тут только это обозначено КАИ, а тут Н. То есть я должен его взять и разбить всеми возможными способами уже без знаков на два слагаемых. Вот, и в результате, если у меня здесь было П слагаемых, то образ дифференциала каждого члена будет давать мне П плюс одно, со множителя, извините, то будет П плюс один со множителями. Вот, ну и я, значит, что, собственно, вам хочу сказать, что эти все комплексы, ацикличные при вот Н не равно единице. Значит, надо это где-нибудь там написать, чтобы… что-то есть. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 2, да, из степени 2 у нас есть, кто? Есть вот А на А на А. Ну и дифференциал тоже устроен таким образом, что вот на самом деле каждый, вот каждая компонента дифференциала, вот если взять каждую компоненту в отдельности, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, то это изоморфизм векторных пространств. Ну правильно же, да, потому что она просто берет и разбивает на две части. Ну конечно тут у нас сумма всего этого дела, поэтому это немножко сложнее вычислить, но вот утверждается, например, что вот этот комплекс тоже отсекличен. Ну я думаю, что это можно, ну я думаю, что вы бы могли, тут нужно знать и конечно понять, как расставлены, но если это уже и это понять, то вы это докажете просто за три секунды. Вот, ну давайте я все-таки это докажу некоторым общим рассуждением. Несколько более хитрым, я бы сказал. Вот я хочу рассмотреть такую вещь, я хочу рассмотреть вот кубар от какой-нибудь, да, да, от какой-нибудь алгебры, коалгебры, например, там, ну это же у нас коалгебры, да, то есть это же коалгебры тогда взять. Ну вот, например, там полиномов от одной переменной. Вот, только тут я буду единицу, наверное, рассматривать в этих полиномах. Ну, в общем, смысл, нет, ну в принципе, конечно, ну в принципе-то можно, нет, ну в принципе вот есть по другому поводу, давайте, ладно, не будем про этот кубар, есть по другому поводу на самом деле вот в этой книжке Ладея, ну по другому поводу, но есть некоторое геометрическое рассуждение, которое применимо и тут. Вот, рассуждение довольно красивое. То есть, что мы делаем? Мы, ну правда там в обратную сторону этот дифференциал устроен, то есть тут как бы берется дифференциал двойственного комплекса. Ну вот он это все рисует, как такой вот симплекс, то есть он говорит, что вот, допустим, вот есть симплекс. Вот, вот здесь у нас будет 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 4 единицы, это означает, что это А на А 4 раза, да, 4 раза. Вот, вот здесь у нас будет 1, 3. Не, ну это конечно слишком, я не знаю, руками, можно было бы так. Сейчас я скажу, как это можно так сделать. Тут 3, 1. То есть, грубо говоря, у нас происходит, вот в вершинах у нас стоит разбиение числа 4 на 2 слагаемых, каждая из которых больше единицы. И мы больше либо равно единице. Значит, на ребрах у нас стоит разбиение на 3 слагаемых. Вот это удивительно, потому что в вершинах вот не на 1, а на 3, на 2. И тем не менее, вот это так здорово получается. Вот это 1, 1, 2. Ну, в принципе, это красивое, по-моему, рассуждение. Мне нравится. Вот, 2, 1, 1. И тут 1, 2, 1. Вот все, я нарисовал. То есть, это значит про тотальную степень 4. И, ну и в принципе, это можно… Ну да, только тут, конечно, дифференциал немножко в обратную сторону. То есть, он двойственный к тому, который я рассматриваю. То есть, это как бы граничный дифференциал в этом симплексе. И предлагается сделать следующее. Сказать, что вот, например, граничный дифференциал от всех единичек я должен просто взять и на этом месте соответствующие две единички сложить. И у меня получится три способа это сделать и расставить какие-то знаки. Да? Вот. После этого я должен… То есть, у меня тут тоже будет комплекс, только двойственный и сдвинутый. Потому что это будет… Вот тут будет как бы это лежать в отрицательной какой-то там градуировке. Ну, неважно. Вот. Теперь здесь я тоже должен взять сумму по всем соседним этим самым компонентам. Вот тут я складываю 1 плюс 1, получаю 2. А тут я складываю 1 плюс 2, получаю 3. Да? И так далее. То есть, эти разбиения, они как бы являют… Они находятся в 1-1 в соответствии с гранями симплекса. За исключением, прошу заметить, разбиения, когда у нас просто чисто разбиение 4. Вот это разбиение 4, его тут не присутствует, мы его выкидываем. А все остальное, вот когда на 2 и более вот этих компонентов, оно находится в соответствии с гранями симплекса, у которого, как мы знаем, когомология одномерная. Поэтому, если мы возьмем вот этот симплекс и посчитаем его когомологии, то эти когомологии будут на самом деле… Ну, нульмерные когомологии будут одномерные, а высшие равны нулю. И отсюда следует, что вот эта вот четверка, она как раз, вот если еще вот теперь дополнительно написать вот отсюда в эту самую, да, в четверку, такую аугментацию, что ли, вот из всех вершин, то это как раз компенсирует вот эту вот нашу одномерную когомологию, которая есть тут, то есть аугументированный, как бы такой комплекс симплекса. Вот, ну, в принципе, это один способ. Это можно, конечно, сделать для любого n, то есть тут можно не 4, да. А, что еще раз? Почему это геометрическая когомология будет? Нет, ну мы как бы используем тот факт, что мы знаем, что мы как бы используем знания из там топологии, геометрии, как угодно, что если взять симплециальный комплекс вот этого треугольника, симплекса, то есть, то мы используем знания, что у него есть только нулевые когомологии. Да. Да. Вот это соответствие геомологии того комплекса. Вот того и того, почему мы его, ну, а это как бы двойственная вещь, да, потому что, ну, вот, если я напишу, например, вот этот симплекс, то у меня вот будет, ну, сейчас, сейчас, ну да, то есть, что я, ну да, то есть, в моем случае, вот в этом случае, как раз стрелочки, они в обратную сторону стоят. Вот у нас вот это, например, в этих, в этой терминологии это 1, 1, 1, да, вот то, что тут стоит, она, она, в таком случае. Теперь я как бы по нему создаю 2 на 1 и 1 на 2, да. То есть, это как бы то же самое, только это двойственное пространство. Вот, потому, ну, вот, потому что я могу вот эти две сложить и эти две сложить, а тут у меня будет, соответственно, 3, да. Три. Но вот это 3, я как бы договорился, его тут нету в этой картинке, но оно как бы компенсируется вот этими одномерными когмологиями. То есть, это вот то, что вот эта картинка считает, это как бы, ну, это немножко не алгебраический способ, конечно, хотя почему нет. Это как бы двойственный вот к моему вот этому комплексу, если я выкидываю вот самый вот этот член, вот. Ну, и я знаю, что тогда вместе с этим членом уже когмологии не нулевые. То есть, тут смысл в том, что все вот эти вот пространства, это, 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 они все изоморфны, как векторное пространство. Вот. Поэтому я могу просто, на самом деле, мой дифференциал, он, вот чтобы посчитать когмологии вот этого комплекса, можно вот это пространство заменить, все эти пространства заменить просто на одномерные там пространства какие-то. Можно считать, что А размерности 1. И после этого у меня тут будет там К в степени 3, там К в квадрате на К. То есть, грубо говоря, это будет вот то же самое, что вот параметризация вот этих грани симплекса. Вот. На К, на К в квадрате. Тут будет К вот в таком смысле. Вот. Но это у нас, значит, как мы договорились, особый член, и мы его в нашем двойственном. Вот. То есть, смысл в том, что я сейчас говорю, это то, что вот это вот А, как векторное пространство в данном случае, потому что структура алгебры тут не участвует вообще. Оно вообще не релевантно. То есть, чтобы посчитать когмологии вот этого пространства, я могу взять, например, одномерное А, то есть К, вот К, как тут написано, а потом тензорно умножить на А. Ну, потому что весь вот этот вот комплекс, это на самом деле тензорное произведение вот этого комплекса на А в кубе, да? Неважно, каким образом в кубе, просто на А в кубе, да? Вот. И как бы, вот. Ну и чтобы посчитать вот это, ну вот говорится, что этот комплекс, он двойственен вот к симплециальному комплексу симплекса. Ну вот такое геометрическое рассуждение, довольно симпатично. Но я-то хотел, в общем, другое сказать. Я хотел вот то, с чего я начал, что вот можно рассмотреть, ну тут надо будет немножко, конечно, повозиться, можно рассмотреть просто вот кобар к от х. Ну вот, если рассмотреть с единицей, это коалгебра, да? То есть, это просто вот коалгебра, ну, копорожденная одним элементом. То есть, это означает, что х там n, ее коумножение, это просто сумма по и плюс g равно n, и g больше либо равно единице, там х и то, ну вот можно так собственно, да. Но вот тут надо немножко точнее сказать, потому что вот, чтобы применить вот то рассуждение, что бар комплекса цикличен, которое у нас было с помощью гомотопии, там использовалось, что в алгебре есть единица. Так что тут надо, чтобы это было циклично, надо рассматривать на самом деле с коей единицей вот эту штуку, а с коей единицей она будет ациклична. А я хочу рассматривать вот с плюсиком, да, то есть без вот этой вот коей единицы, которая начинается с х, там, х в квадрате и так далее. Вот. И на самом деле утверждение, которое так или иначе можно доказать, что вот этот кобар, что его когомологии это на самом деле х, они нулевые, они равны, не нулевые, а, наверное, первые. Не, не, все правильно, именно нулевые, они равны х, вот, а высшие, то есть не нулевые, а первые, да, а высшие, они равны нулю. Вот. Ну, то есть это надо, конечно, как-то доказать. Это очень просто доказать, но тут вот, чтобы не использовать кошуливость, я не очень понимаю. В принципе, я могу как-то использовать, что если эта штука с единицей, то у нее вообще все когомологии нулевые, да, а дальше я могу как бы пытаться избавиться от этой единицы, и это, конечно, тоже можно сделать. Ну, по крайней мере, вот тут некоторая возня, тем не менее, нужна, а вот это вот совершенно такое прозрачное геометрическое рассуждение, да. Вам понятно, да. Ну, ну вот, все, тогда, значит, нужно сделать перерыв. Вот. Ну, по крайней мере, значит, у нас смысл в этом всем каков, что уже на первом уровне, то есть уже после того, что я посчитал член Е1, то есть вот, значит, у меня все-все-все вот эти фиговины вертикальные, они выглядят, значит, вот член Е1 и Ж вертикальной фильтрацией, когда я сначала считаю вот это в вертикальной фильтрации. Вот. Эта вещь выглядит так, что у нее, значит, есть когомологии, вот, чтобы тут не запутаться, в степени 0 и там в степени 0, да, то есть у нее вот есть Е1, 0, 0, оно равно А, вот, потому что это вот то, что у нас получилось, когда L0, я считал, да, вот Е1, 0, 0 равно А, а Е1 и Ж равно просто нулю, потому что когомологии получились равны нулю, при И не равно нулю, Ж не равно нулю, вот, или Ж не равно нулю, вот, или, да, при И не равно нулю, или Ж не равно нулю, да, при, всегда, кроме вот этой точки. Вот. И получается, что наше спектральное впечатление в листе Е1, наша вот эта последовательность, она выглядит таким образом, у нее вот здесь стоит вот это А, а во всех других местах у нее стоят нули. Ну, отсюда, естественно, вот мы знаем, как этот дифференциал действует, да, он действует вот так, тут будет R, а тут будет минус R плюс 1. Вот, то есть он вот так действует. Ну, отсюда видно, что все высшие дифференциалы просто равны нулю, да. Все дифференциалы, дифференциалы, там, D1, D1, в частности, вот так вот действует. Но очевидно же, что он равен нулю, что везде, кроме этого места, стоят нули, ничего тут не может быть. Чтобы D1 был не равен нулю, должны быть хотя бы две ненулевых клеточки, а у нас только одна ненулевая клеточка. Вот, то есть D1 равен нулю, D2 равен нулю и так далее. И когда вот такое вот происходит, ну, не обязательно такое, но вот когда мы можем просто… Ну, например, вот, например, вот другой пример, это когда у нас E, I, T, G, T, это просто на данный момент эзотерический немножко пример, но тем не менее, E, там, R при каком-то R, I, T, G, T не равно нулю, только при… только когда I четно, I G четно. То есть у этого может быть вообще много… Ну, это такой пример довольно эзотерический, но тем не менее. То есть у этого бесконечно много четно… Ну, он тоже где-то там живет, так, чтобы все сходилось. У этого бесконечно много ненулевых членов, но, как мы видим, среди этих двух чисел, R и R-1, хотя бы одно нечетно. Поэтому любой дифференциал будет равен нулю вот тоже. Ну, из немножко более сложных соображений. Но тут соображения совсем простые, потому что у нас только вот одна вещь. Ну, в принципе, там очень стандартно, это когда, например, какая-то одна строка ненулевая. Ну, вот если бы тут было бы так, то у нас был бы еще дифференциал D1, который вот тоже был бы ненулевой. А после этого он мог иметь какие-то ненулевые когомологии где угодно, а после этого уже все старшие дифференциалы были бы равны нулю. И когда такое происходит, люди говорят, что это происходит, что спектральная последовательность вырождается там в члене ER, если вот член ER такой, по соображениям размерности. Потому что размерности имеется в виду по тому, какие размерности написаны в градуировках ИЖИ, в члене ER, в листе ER. Ну вот, то есть мы, по крайней мере, что таким образом показали? Мы показали, что если мы верим в эту теорему сходимости и верим в этот общий обзор спектральных последностей, мы показали, что наша спектральная последность сходится, и она сходится там к чему-то градуированному А. Но так как в нашем случае это Е0, то тут уже даже градуировка… Ну да, то есть тут уже, ну да, тут уже просто можно сказать, что тут уже можно просто идентифицировать, уже так как присоединенный, градуированный, но там только один ненулевой член фильтрации получается на кагомологиях нашего дела, то можно уже даже сказать, что кагомологии просто изоморфны. Не ГР от кагомологии, а сами кагомологии. Вот, ну и вот такая вот история. А дальше, значит, действительно, собственно, вот из нашего Adjunction следует, что есть вот такая стрелка, и в принципе можно показать, что эта стрелка, это как раз то же самое, что мы получаем как бы тут, если мы игнорируем вот все столбцы, кроме вот нулевого, первого или как он там называется, вот, но это в принципе некое упражнение, это можно просто увидеть явно, да, главное посчитать, что нету других кагомологий. Слушайте, ну ладно, давайте, может быть, я хотел еще, конечно, сегодня про свободные операты поговорить, и там про вот эту резольвенту, но уже, наверное, давайте просто, я предлагаю сегодня сделать немножко более короткое занятие, потому что мне сегодня надо ехать в Москву, а я вот тоже как-то так хотел немножко поспать, и я в результате еще подготовиться чуть-чуть, и в результате я, ну вот не собрал вещи, а надо еще что-то там собрать. Я предлагаю вот сегодня в качестве исключения закончить через, ну, сколько мы там, ну, норму-то мы проговорили, но теми обычно мы не следим за временем, да, вот, а сегодня предлагаю закончить раньше, и тогда уже, ну, в принципе, по-моему, некоторая такая водная часть во все эти дела, по крайней мере, сказано, да. Ну все, тогда спасибо большое за внимание. Вот, давайте мы, значит, вот... Рекординг стоп.